Товарооборот Казахстана со странами СВМДА вырос до 82 миллиардов долларов. Это на 5% больше, чем два года назад. Данные озвучили на заседании 7-й пленарной сессии Делового совета и 9-го бизнес-форума СВМДА. Активное участие в дискуссии приняли также члены Национальной палаты предпринимателей. Говорили много об актуальных направлениях для СВМДА. Помимо продовольствия, транспорта и логистики, участники совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии активно проявляют интеллект к цифровизации и искусственному интеллекту. Подробнее в материале Айгуль Амантаевой. За таким круглым столом символом мира и гостеприимства не только президенты, но и эксперты из 27 стран встречаются уже много лет подряд. 9-й бизнес-форум СВМДА устроили. В казахстанской столице большая часть участников предпринимателей. Ключевой темой, разумеется, стала торговля. Первые итоги за прошлый год. Товарооборот Казахстана со странами СВМДА вырос до 82 миллиардов долларов США. Рост на 5% в сравнении с 2022 годом сферы самые разные. Цифровизация, развитие транспорта, логистики, конечно же, вопросы промышленной кооперации и развитие науки, образования. Колоссальный интерес у бизнеса во всем мире к искусственному интеллекту. Того требует время. Машины заменяют ручной труд намного эффективнее, особенно в части обработки больших данных, прогнозирования, формирования, отчетности. Компании, которые внедряют нейросети, повышают прибыль, улучшают производительность, проще говоря, становятся конкурентноспособными. На рынке казахстанский бизнес не отстает. Мы, откровенно говоря, не боремся за статистику. Например, по искусственному интеллекту мы видим, насколько наш бизнес начал интегрироваться, работать, например, с турецким бизнесом, азербайджанцы, китайцы. То есть, в принципе, примеров действительно, можно сказать, сотни. Самое главное, что мы соединяем бизнес, мы даем возможность двигаться вперед, обмениваться опытом. Однако есть сферы, в которых Казахстан безоговорочно лидирует. Глава комитета женщин-предпринимателей Торгово-промышленной палаты Кыргызстана восхитилась успехами Братской республики. Об их внушительности говорят и эксперты ООН. К примеру, в мировом рейтинге развития электронного правительства Казахстан снялся сразу на 24-е место, обогнав Швейцарию, Турцию, Францию и Китай.